Да, так, мы снова по-прежнему в питомнике Неваки, с нами по-прежнему управляющий питомником Кирилл Терехов Значит, сегодня вот я хочу вам показать, это блоки живой изгороди из пире серой Гревшайн Вот в таком они уже готовом исполнении Данные блоки я уже занимался поставками в Татарстан И посадили очень интересный элемент для создания уже живой изгороди, готовый, правильно? То есть здесь у нас представлены такие блоки Значит, идет длина блока 1 погонный метр Высота у нее 40 сантиметров А, 80 сантиметров высота И ширина 45, ну, в оброшенном виде 40-45 Да, 40-45 сантиметров То есть, смотрите, получается у нас 1 погонный метр Значит, высота 80 сантиметров И ширина блока 40 сантиметров То есть это у нас готовый блок живой изгороди С пире серой Гревшайн То есть отличное весеннее, ранневесеннее цветение Его еще называют белый снег, да? Вот, и хорошие мелкие листы, очень хорошо застригается По нашему опыту, вот в Татарстане мы высаживали готовые блоки Очень хорошо, быстро набирает объем Мощный прям такой То есть, ну, мы применяем агротехнику по всем правилам, да? То есть у нас идут и корневые все подкормки Начиная с мая И вне корневые, и, ну, также обработки от болезней и вредителей Вот такие блоки То есть очень хорошо пользуются, ну, пользуются большой популярностью В ландшафтно-парковом строительстве Вот сейчас Кирилл как раз находится среди блоков Вот, вот такой На самом деле, хочу сказать, что это небольшой объем оставшегося готового материала Видите плотность, можно вот положить любой предмет легкий И блок держит Также такую же плотность Такой же плотности обладают абсолютно все лиственные Которые имеют стопроцентную готовность И туи также Этот объем, я думаю, у нас отгрузится до конца этого года А вот там вы можете видеть свежие А пошлите, подойдем, да Да, сейчас мы подойдем Хочу сказать следующее Во-первых, по спире серый грифшейм Что я заметил в процессе эксплуатации Даже если произошел такой случай, что там где-то состоялся недополив Я не знаю, контроллер автополива там отрубился Капельный полив не работал Если даже где-то произошло подсыхание Дальше интенсивный полив, ну, хороший Все быстро очень восстанавливается, это первое Второе, это удивительная культура, которая очень любит стрижку, я так понял То есть чем больше застригаем, тем больше становится Она еще просто сильнее прет, это раз Второе, быстро набирает массу Очень плотная структура, такая неразваливающаяся Ну и самое основное, да, ее все-таки По ней я понял, ее надо стричь очень правильно То есть это на конус Ой, на трапецию Застригать на трапецию, то есть, если вы знаете, да, то есть это в таком плане, что вот так вот ближе Да, это связано с тем, что вот эту массу набирает быстрее, чем низ, чтобы у вас не был оголенный низ Это вот первое И вот, смотрите, ваше внимание сейчас представим Это вот закладки на блоке, правильно? Это, наверное, в этом году, да, было заложено? Да, это такое, да, белый материал из отечественного голого корня Абсолютно устойчивый тренированный материал И в следующем году, в июне месяце мы уже будем предлагать для продажи вот эту тарелку Все, все То есть они, я так понимаю, в следующем году они будут вот как вот эти блоки уже в готовом исполнении, да? Кирилл, опять-таки возвращаясь к вопросу, да, то есть, например, у меня бывают такие вопросы Особенно это касается города, городского озеленения Потому что, как вы знаете, компания Косити специализируется У нас одно из направлений больших, это городское озеленение Недавно был вопрос у меня из Альметьевска То есть позвонила компания Альметьевская, государственная госструктура И говорит, Вячеслав, мы увидели там в твоем инстаграме Вот как раз блоки живой изгороди из Пирея Цена им показалась достаточно дорогой То есть там, по-моему, 13-100 Ну, или могу ошибаться Сколько лет нужно, допустим, мы сажаем в С3? То есть популярный вопрос А что если я посажу плотно-плотно растения в контейнере С3? Сколько лет надо пройти всю полную цикл агротехники Для того, чтобы получить подобный материал В подобном качестве, исполнении и объеме? Ну, в зависимости от условий произрастания Я думаю, это от 3-4 лет В городе мы знаем, что интенсивность ухода и агротехники Она ниже, чем даже в частном саду И я бы оставил 4-5 лет Средний цикл достижения вот такого результата При регулярных стрижках, поливе и внесении удобрений То есть, если, допустим, мы просто проведем банальный, грубый подсчет эмпирическим способом То есть, например, допустим, этот блок стоит с доставкой 15 тысяч рублей Если мы делим на 5 лет, это получается 3 тысячи рублей Ну, условно говоря Допустим, мы берем контейнер С5 Ну, С3, я думаю, что для городского озеленения вообще не подходит С5, это вообще очень экстремальный способ сажать в городе С5, средняя его цена на рынке условно, пускай 500 рублей Да, вместе с транспортными расходами и так далее То есть, получается, еще накладывается сразу вопрос агротехники Да, внесение удобрений и прочее-прочее То есть, мы примерно понимаем, да Что если соблюдать все правила, всю агротехнику, все вложения Это, наверное, выйдет прям в такую же сумму, правильно? Да, плюс время Плюс время Самое главное, это готовый результат, который получается моментально И за 2-3 дня возможно высадить по встрече Получить идеальную ровную живую сгородь на необходимой высоты Которая будет радовать людей в частном саду И в городских каких-то пространствах И можно будет сразу наслаждаться и использовать эти зоны По назначению, там, для отдыха Либо для зонирования каких-то пространств в саду Все, Кирилл, еще вот такой вопрос Он часто встречается у меня и в частном строительстве садового парка Мы в городском, да То есть, я сейчас проповедник какой ситуации Это все-таки высаживать все в крупномерном виде Почему? Потому что мы сразу видим готовую картинку Раз, и второе, это просто экономически целесообразно По той причине, что, как показала практика Для того, чтобы даже из С5 что-то выводить там в блоки и прочее Это же немаловажно Это закупка профессионального инструмента, правильно? То есть, обучение людей, да Которые будут застригать Которые будут все это правильно делать Это подготовка растений к зиме Потому что в С3, в С5, там даже в С7,5 Они находятся в достаточно экстремальной ситуации Именно в городской даже среде Я здесь не рассматриваю частные сады Потому что там все-таки такие более тепличные условия Правильно я рассуждаю? Или это можно и С3, и С5 Но это опять-таки тогда найм профессиональной уходной компании Которая будет это все выводить в объем Ну тут мы с вами говорим, мне кажется, про разные подходы И про разные в целом результаты У нас есть разные примеры Там из регионов, из Москвы И при посадке голого корня в живые изгороди Все зависит, безусловно, от бюджета И от тех задач, которые поставлены Но объекты, сдаваемые с использованием готовых живых изгородей Они сразу же в первое время имеют совсем другой вид И совсем другой уровень декоративности И уровень в целом исполнения проекта Если мы говорим о реализации проекта Если мы говорим про это Да, все, все понятно Ну все, я думаю, что мы ответили очень Как бы в полной мере на все интересующие вопросы Это вот вопросы, которые возникают очень часто у моих заказчиков Вот, я вам предлагаю использовать вот такие блоки живой изгороди Спире, серый, грефшайн Это не говорит о том, что только существуют блоки из спире, серый, грефшайн Также существуют и из того же самого бояршника сливолистного Сейчас мы, кстати, к нему А пошлите сразу подойдем Да, он рядом Потому что блоки из бояршника сливолистного Потом блоки из кизильника блестящего В этом году мы покупали бояршник сливолистный из грунта Это из другого питомника Ярус Мы его брали высотой 2-2,5 метра Застригали на 1,60 метра И начали выгонять по полной агротехнике Вот, пожалуйста, посмотрите Вот это у нас бояршник Блоки готовой изгороди из бояршника сливолистного Смотрите, в отличном качестве Вот такие Кирилл, можете подойти? Я сейчас для своих... Ой, чтобы понять Вот, вот, смотрите, какой Высота 120 Он на 40 сантиметров выше Такая более сильно рослая культура И мы делаем его именно в этой высоте Выращивание в сумке с этой высотой позволяет давать достаточную плотность по всей высоте крона Ага, все понятно Вот такой вот, видите, бояршник сливолистный Блестящий лист, как этот его декоративный лист И прекрасная такая алло-гранатно-красная осенняя окраска Вот, и самое основное я хочу добавить То есть я сейчас с этой культурой уже столкнулся в своей практике Это абсолютная неприхотливость и устойчивость к болезням-вредителям То есть фактически мы на своих вот объектах делаем только раз в месяц обработки Фунгициды, инсектициды И не знаем абсолютно никаких проблем Но самое основное это все-таки Это прежде чем вообще что-либо высаживать Это надо провести капельный полив По той причине, что какой бы материал вы не купили в каком бы питомнике без полива Все труды и так далее, они могут быть просто напрасны Все правильно, да? Вот, ну и корневое-некорневое внесение удобрений То есть по корень НПК, по кроне это у нас микро- и макроэлементы Это мы тоже не должны забывать По той причине, что питомник не решит своим материалом все ваши вопросы На ближайшие там, когда вы высадите у себя на участке на ближайшие 20 лет Вот смотрите, бояршник селиволисный Скажите, пожалуйста, какая примерно рощная цена? Я просто никогда в блоках не покупал Примерный, порядок просто 20 тысяч ровно по этой культуре Так как она обладает высокой декоративностью Но в отличие от других культур, от других кустарников Обладает большим циклом производства Это где-то 2-2,5 года Почти на год больше, чем, например, спирея серая Это связано с особенностями биологии этой культуры После пересадки с открытой корневой системой Бояршник дольше приживается Но зато дает потом хороший старт И вот такой внешний вид И с закрытой корневой системой в сумке Он прекрасно переносит перевозку, пересадку И после высадки абсолютно не теряет декоративности Дает такую же зеленую массу вегетативную И радует вас своей декоративностью Все, все Вот такой бояршник селиволисный АПЛОДИСМЕНТЫ